Начальника кадрово-правового бюро Валентину Яновскую заводчане уже не первый год избирают на должность председателя правкома. Валентина Святославовна с 2021 года работает на общественных началах. Активная, умеющая находить общий язык с людьми, доброжелательная, она очень любит свое предприятие и родной коллектив. Именно эти человеческие качества помогли сформировать авторитет среди коллег и наладить профсоюзную деятельность для работников предприятия. Основным инструментом взаимодействия между профсоюзным комитетом и нанимателем, работниками является коллективный договор. Потому что в коллективном договоре есть возможность расширить рамки действующего трудового законодательства, то есть обеспечить какие-то льготы, выплаты, оказать материальную помощь работникам, обеспечить их условия труда и быта. Каждый работающий на предприятии, а это 353 человека, член профсоюза, что в свою очередь подтверждает высокое доверие коллектива к председателю правкома лично и профсоюзу в целом. В коллективном договоре промышленного предприятия прописан не один пункт, согласно которому сотрудники могут получить поощрение. Например, молодые специалисты, которые пришли на литейно-механический завод по распределению, с первого дня пользуются всеми льготами, получают все денежные выплаты. На поддержку от профсоюза могут рассчитывать не только молодые кадры. На предприятии нашим коллективным договором предусмотрено достаточно большое количество льгот и выплат. К Новому году, к праздникам, таким как Международный день 8 марта, 23 февраля, к профессиональным праздникам. Это у нас День Металлурга и День машиностроителя. Кроме того, производятся выплаты к юбилейным датам, стажу работы, при увольнении в связи с достижением общепенсионного возраста, на оздоровление к отпуску. К председателю правкома люди обращаются и по поводу материальной помощи, как в связи с тяжелыми жизненными ситуациями, так и с приятными событиями. Например, в связи со вступлением в брак, с рождением детей, необходимостью оздоровления и не только. Предусмотрены выплаты на профессиональные праздники и на Новый год. В моем случае мне при вступлении в брак оказывалась материальная помощь. Также оказывалась помощь при рождении ребенка и социальный трудовой отпуск оплачиваемый. Правком очень хорошо взаимодействует с рабочим коллективом. Все созданы условия для поддержания здоровья, содействия охране здоровья работников. Вот я, например, этим летом в июне месяце посетила санаторий Приднепровский, который входит в десятку этих санаторий агропромышленного комплекса. И воспользовалась положением коллективного договора, получила возмещение в размере 50% от стоимости путевки, плюс 300 рублей материальной помощи от профсоюзного комитета районного и помощь материальную в размере 70 рублей от профкома. И поэтому это достаточно выгодные условия, и можно так вот оздоравливаться, отдыхать с минимальными материальными затратами для работника. Людмила Золотая работает на литейно-механическом заводе 13 лет, воспитывает троих детей. Правком предприятия помогает семье организовывать досуг для ребят, устраивают экскурсии, выдают билеты на различные детские мероприятия, дарят сладкие подарки к праздникам, оплачивают путевки в летние оздоровительные лагеря. Родителям оказывают материальную помощь в подготовке детей к школе. Вернулась моя средняя доченька из лагеря, с Березки 14 дней пробыла там, ей безумно там понравилось. Путевка нам бесплатна, как многодетной семье. В том году у меня посещали лагерь двое деток, то есть старшая уже, правда, 16, она вышла из этого возраста. В этом году, надеемся, может, младшая поедет. Огромнейшее спасибо, потому что жизнь стала очень разнообразной. Очень много интересного. Ежегодно 3-4 поездки от завода осуществляются. Плюс деткам очень огромное внимание уделяется детям, их оздоровлению, их отдыху, их развитию. Потому что не каждая семья может себе позволить съездить, собрав всех деток в тот же цирк, финансово накладно. А вот профсоюз помогает. Профсоюзной организации литейно-механического завода есть, что предложить каждому работнику предприятия. Хотите заниматься спортом? Пожалуйста. Посещать культурно-массовые мероприятия? Вот вам билет. Съездить на экскурсию тоже организуем. К слову, уже в июле члены профсоюза литейно-механического завода отправятся на экскурсию в Карелию. Продолжение следует...